Сразу после трагедии в Золи Туды встал вопрос о необходимости создания современного тренировочного полигона для пожарных, потому что во многом учиться ликвидировать последствия масштабной катастрофы, к сожалению, пришлось на месте. С момента трагедии прошло уже три года, но полигона у спасателей как не было, так и нет. В других странах есть тренажеры и самолётов и поездов. О таком латвийские пожарные по-прежнему могут только мечтать. Здесь при колледже есть небольшая тренировочная площадка. Нет ни бассейна, ни даже спортивного зала. Своими силами мы сделали эти разного рода тренажёры. В вышках, где отрабатываются варианты самоспасания, потом спасания людей верёвками, по лестницам разных видов. Здесь за спиной это тренажёр для работы на крышах. Сейчас спасателям приходится тренироваться вытаскивать людей из разбитых автомашин на автокладбище, спасать утопающих на водоёмах, а извлекать пострадавших из-под завалов вот здесь, на территории колледжа. Если мы теоретически обучим человека на коньках кататься по льду и потом поставим его практически после теоретического обучения, навряд ли он заскользит так же, как мы предполагаем, как фигуристы или хоккеисты. О необходимости учебного полигона спасатели говорят с 1999 года. 21 ноября 2013-го во время второго обвала крыши Максимы погибли трое пожарных. В ВВД, говорят, полигон не снят с повестки дня. Но пока выбор сделали в пользу других приоритетов. Начиная с новых транспортных средств, начиная с новых депо или реновированных, заканчивая каждым индивидуальным пожарником, которому полагается медицинская страховка, если мы так можем сказать, государственное медицинское обслуживание. Приоритет был дан именно людям, именно их зарплатам и социальному обеспечению. Есть ли какие-то сроки, когда этот полигон будет? Нет, я не могу сегодня никаких сроков говорить. Типическая ситуация у нас, что у нас, говорят, будет, сейчас денег нет, а вот в 2018 году, вот тогда будет. Почему 2018 год? Вы спросите, я вам отвечу, потому что будет другой сейм, будет другое правительство. И те скажут, это все очень хорошо, но у нас самое главное, это принять бюджет. Тут дырки, полигон откладывается. Строительство полигона может стоить свыше 4 миллионов евро. Сейчас МВД ведет переговоры о привлечении зарубежного финансирования. Яна Рубинчик, Валтер Залчий, Латвийское телевидение.